Друзья, всем привет! Вы на канале Перестройка 116. Поехали! Защелкнули. Разбираем, смотрим, думаем. Мы можем спокойно нажать на краешек зеркала. Он у нас отогнется и откроется вот такой вот ящик. Итак, продолжаю творить и вытворять. На данном этапе у нас установлена дверь, за которой находится у нас ящик. Об этом видео было перед этим. И теперь на эту дверку нам нужно повесить зеркало. Зеркало у нас тоже, соответственно, с подсветкой куплено. Оно было отдельно. Размер данного зеркала 60 на 80. Но это зеркало, короче, каким-то образом нужно сейчас закрепить на этом шкафчике, на этой дверке. Ну что ж, будем придумывать, будем ломать голову, но нам это надо сделать, потому что иначе никак. Продолжаем. Итак, что мы здесь имеем, что мы сейчас на данном моменте сделали. Я, в общем, сделал дверцу, и она открывается с помощью нажатия на эту дверцу. Сюда вот установил такой вот фиксатор фирмы Boyard. Так, это у нас упор-защелка фасада с толкателем. Вот такое вот у него полное название. Скрытое крепление серого цвета. Ну, серого, потому что другого цвета просто не было. Так, ну и закрывается у нас, в общем, дверка вот так. Оп, защелкнули. Все ровненько, аккуратненько. Заподлицо с плиткой. То есть, после нажатия на него, дверка у нас откидывается. Обратите внимание, здесь остается такой зазор, за который мы смело можем схватиться и открыть нашу дверцу. Так, если вы заметили, здесь есть два отверстия. Это два отверстия под розетки. То есть, там в ящике у нас будут установлены розетки. Эти розетки нужны будут для того, чтобы в будущем их использовать. Ну, подробнее об этом я расскажу уже после окончательного монтажа этого ящика. То есть, когда все закончу, я вам покажу, расскажу, зачем это все мне нужно было. Так, сейчас, сейчас у нас задача. Вот оно, наше зеркало. Сейчас оно пока в пленке. И нам нужно его закрепить на нашей дверце. Так, с этой стороны вот у нас пластиковый короб. Сейчас нам, в общем, его надо будет разобрать для того, чтобы окончательно убедиться, каким образом мы должны его смонтировать на нашей дверце. Без разбора ящика. То есть, без разбора этого зеркала, естественно, мы ничего сделать не сможем. Поэтому, разбираем, смотрим, думаем. Поехали. Так, зеркало здесь. Перевернул я его. Теперь нужно открутить вот эти вот прядки шайбы. Так, зеркало у нас, в общем, разбираться не хочет, так как она, похоже, там вклеена. Поэтому, я думаю, до конца я его разбирать все-таки не стану. У нас есть закладные. Как я понял, деревянные закладные. И вот к этим закладным, в общем, мы будем прикручивать нашу дверцу. Вот эти закладные. Вот так вот зеркало выглядит изнутри. Светодиодная лента. Светодиодная лента по всему периметру зеркала идет. Через это просвечивающее стекло мы будем видеть, как оно светится. Закладные прямо приклеены к стеклу. Так. Ну, что, все тут обычно. Трансформатор, блок, переходник. Все здесь есть. И, в общем, нам надо просто прикрутить это зеркало через эти закладные к нашей дверце. Ну, думаю, сложного в этом ничего не будет. Сделаем. 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 Поехали. Так, кстати, вот здесь вот провод есть. Этот провод питание к этому зеркалу. Поэтому его нам тоже нужно будет протащить заранее, чтобы он у нас был в доступе. И мы смогли просто подключить наше зеркало. И оно у нас работало. Кстати, для начала, я думаю, нам надо вообще проверить, работает это зеркало. Или нет. Берем белку, втыкаем в розетку. Воткнули. Индикатор загорелся, значит, после нажатия индикатора загорелась. Светодиодная лента за зеркалом и освещает нам наше стекло. Ну, значит, все работает, можно монтировать дальше. Окей, выключили. Так, проверяем зеркало. Так, чтобы оно у нас подошло. Так. Ну, где-то... Вот, получается, мы сейчас отметили крайний периметр нашей дверцы, по которому нам нужно будет сделать заготовку и повесить зеркало на двери. Поехали дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, сверлим отверстие под будущие крепления нашего зеркала. С обратной стороны нам нужно будет сделать отверстие подборщи, чтобы заглубить саморез немножко поглубже. Так, отверстие готово. Теперь нам нужно сделать еще одно отверстие под провод. Провод у нас будет выходить через вот это крепление, я так планирую. Значит, где-то в районе этого самореза нам нужно сделать отверстие насквозь для провода. Ну, теперь, естественно, нам нужно вытащить провод через это крепление, иначе как мы его будем монтировать дальше. Просунули кусочек провода через отверстие в это отверстие, и теперь подматываем изолентой и вытаскиваем его наружу. Хопа! И все готово. Так, вроде все работает отлично. Ну все, зачет. Отличная работа, отличный результат. Все, с зеркалом пока мы заканчиваем. Нам нужно будет соединить здесь розетки, подключить свет. Ну и все, запустим работу. Пока все. Ну что ж, друзья, работа по монтажу зеркала завершена. Напоминаю, размер зеркала у нас 60 на 80 высота. За зеркалом у нас находится ящик. Ящик для мелочей и всего, что необходимо для гигиены, для пользования ванной комнатой, и чтобы ничего у нас не мешало. Зеркало у нас стоит заподлицо с плиткой. То есть, если обратить внимание, она практически вровень. Ну, такой небольшой зазор у нас есть. Непосвященный человек, естественно, не поймет, что за этим зеркалом что-то есть. Ну, как обычно, у нас привыкли люди, что зеркало есть зеркало. За ним ничего не должно быть, потому что оно не выпирает. Здесь на панели зеркала есть такой сенсор, который позволяет нам включить свет. Этот будет дополнительный свет в нашей ванной комнате. Он не такой яркий. Так что, если ночью зайти в ванную, можно просто пользоваться, допустим, этим светом, чтобы не включать основной, и это нам не будет сильно слепить глаза. Ну, при необходимости, конечно, это можно выключить. Все работает автономно, без основного света. То есть, при желании можно добавить, при желании можно не включать. Ну что ж, а теперь, если вам необходимо что-то взять, где-то достать, мы можем спокойно нажать на краешек зеркала. Он у нас отогнется и откроется вот такой вот ящик. Этот ящик специально изготавливался под заказ. Если кто не знает, что было за этим ящиком, то можете посмотреть предыдущее видео про это зеркало, и там вы все увидите. Я обязательно сделаю небольшой видеоролик от самого начала, как здесь была стена и к тому моменту, что сейчас мы имеем. Так, вот это у нас провод идет на подсветку. Я его еще не закрепил, но как только я возьму эти специальные держатели для проводов, я закоплю этот провод, чтобы он тут просто не болтался. Далее у нас есть такие две полочки здесь и здесь. Полочки съемные. Так, видите, здесь есть отверстия. Эти отверстия специально нужны для того, чтобы можно было при необходимости переместить полочку куда-то ниже или выше. Ну, пока мы не знаем, какие тут будут у нас атрибуты у заказчиков, поэтому полки расположил я так, как посчитал нужным. Ну, еще вот здесь вот в углу, здесь у нас краешку, есть две розетки. Эти розетки нужны для того, чтобы туда можно было подключить все, что угодно. Ну, в общем, что мы сейчас имеем. Здесь у нас пока необработанный край. Вот так он некрасиво немножко выглядит. Я его замажу. Ну, облагорожу, в общем, этот вид, чтобы здесь при открывании все было, выглядело красиво. Ну, уж делать так делать до конца, чтобы ничего в будущем нам не испортило впечатление о нашей работе. Так, ну что ж, вроде все. Ящик готов. Зеркало работает. Все очень хорошо. Закрываем. Закрываем зеркало. Немножко так подтолкнем. Все. Оно зафиксировалось. Защелкнуло. Все. Зеркало готово. Вот так вот, в общем, оно выглядит. Ну что ж, теперь я могу сказать. Ставим лайки, подписываемся на канал и пишем в комментариях, как вам такой вид работы, как вам такой вид идей, которые я реализовал на данном проекте. Ну что ж, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео. Канал Перестойка 116. Меня зовут Динар. Всем пока-пока. И не забываем поделиться этим видео, если оно реально вам интересно и кому-то будет полезно. Обязательно приглашайте своих друзей, знакомых, чтобы они тоже посетили мой канал и подписались на него обязательно. Все. Всем спасибо. Пока.